Добрый день, дорогие друзья! Совсем недавно у нас прошли весенние заморозки. И, кстати сказать, в начале мая это ежегодное явление. У нас это в Пермском крае. Давайте немножко поговорим вообще о понятиях мороз, заморозок и прочее. Значит, о растениях говорят, что зимостойкое растение, морозостойкое растение, холодостойкое растение. Что это такое и чем отличаются понятия морозные и заморозки? То, что касается зимостойкости и морозостойкости, это период, зимний период, когда длительное время температура держится ниже нуля. Показатели могут быть разные, зависит от района, где это происходит. Например, у нас на Урале минус 40, это неудивительно. А на Северном Кавказе, вот я работала в районе Грозного, минус 39 очень редко, но если оно появилось в такое состоянии, то это уже, конечно, катастрофа в какой-то степени. Ну, а может, где-нибудь в Африке так и вообще нету, смотря и там по-разному. Значит, понятие морозостойкость – это выносливость низких отрицательных температур, довольно большого, так сказать, ну, большое число, большой мороз. Зимостойкость – это более обобщающее понятие, потому что сюда входят не только низкие температуры, температуры ниже нуля, но и другие сопутствующие факторы. Какие? Это может быть ветер, постоянный в этих местах, ну, в тех или иных районах, он усиливает действие мороза. Это может быть оттепели, что очень характерно для придуралья. Значит, сегодня минус 23, а завтра чуть ли не ноль. В общем, это очень плохо влияет на растения. В первую половину зимы растения, плодовые растения, переносят понижение температуры лучше, чем во вторую половину. С чем это связано? В конце осени, ближе к декабрю, древесные растения переходят в состояние естественного покоя. То есть в них до минимума все процессы сокращаются. Листопад прошел, листьев нет, почки чешуями защищены, и все обменные процессы идут на то, чтобы дерево устояло при холодной погоде. А вот уже после Нового года, после января, у кого-то в декабре, у какого-то растения в январе наступает уже не естественный покой, а вынужденный. То есть растение готово распускаться и начинать новый сезон вегетации. И его сдерживает только отрицательная температура. То есть оно как сидело при отрицательной температуре, оно в этой поре и сидит. Но если в это время появляются, проходят оттепели, это очень вредно получается. Почему? Потому что оттепели растения реагируют весна. И начинаются процессы пробуждения. Сегодня у нас плюсовая температура, а через 2-3 дня у нас снова минус 15, а то и больше. И это уже вредит очень сильно. Причем, чем ближе к весне, тем это сильнее действует. Потому что уже в растении тенденция к распусканию, к развитию, к началу вегетации. Вот однажды, это в прошлом веке было, где-то в 60-е годы, мы в питомнике брали черенки, яблони проверить, как пережило зиму, вставили в воду. Все прекрасно, бутоны распускались, все. А после этого, в последних числах марта, мороз был больше 20 градусов. Ну и в это время растение оказывается беззащитным, потому что оно уже готово, оно стоит на старте. И повреждение было сильным. То есть уже урожай был потом слабым. Вот эти вопросы. Причем вот эти вот... Есть районы, где мороз начался, и до весны он так и стоит. Значит, работала... Вот я рассказывала как-то, что я работала в Казахстане, в Актюбинской области, на Приорайской станции. Морозы минус 40, и ветер – обыкновенное дело. Но мороз наступил, и до самой весны он так и стоит. И при снеге, в самом глубоком 3 сантиметра, прекрасно себя чувствовали. Та же войлочная вишня, кустарники, ну и яблоня фактически выживала. Потому что не было колебаний температуры вот этих качелей от плюса к минусу. В то же время, вот при оттепелях неизвестно, как бы это себя вело. Теперь холодостойкость. Что такое? Растения тропического пояса, субтропического пояса, многие, они вообще не морозостойкие, не зимостойкие, а в них выделяют такое понятие, как холодостойкость. То есть при понижении положительных температур до какого-то предела, они начинают страдать. Значит, даже вот можно еще по этим, я не скажу растениям, по древесным, ну, например, взять те же цитрусовые, какой им минус? Им уже если плюс 10, наверное, и то будет мало. Например, даже яблоня в средней полосе у нас здесь, у нее за биологический нуль принимает плюс 5, плюс 6 градусов. То есть до вот этой температуры она не воспринимает это как потепление. А у цитрусов это уже будет другая температура. И даже вот возьмем наши травянистые растения, томаты и огурцы. Значит, по-моему, у томатов плюс 10 биологический нуля огурца плюс 15. То есть все, что ниже, оно же воспринимается как холод. И если это длительный период, то уже тоже идет повреждение растений. А что такое заморозки? А заморозки это понижение температуры воздуха значит до нуля и до минусовых значений. И если это вперед вегетации происходит, то, конечно, это пагубно сказывается на растениях. Особенно заморозки, вот такой возврат холодов, он характерен для весны. Ну и потом осенью рано в некоторых районах начинается. Например, цветки яблони, вишни, они в бутонах еще минус четыре может кратковременно и вынесут, а открытые цветки это уже минус полтора-два пестик погиб. И значит лепестки стоят, а ягод не будет все равно. Но есть растения, которые выносят. Вот у нас есть ирга, калина, жимолос синяя съедобная, они выдерживают заморозки ну вероятно до семи, до восьми, до минус семи, восьми, потому что при любых оборотах они оказываются с плодами. Воздействие такое идет. Вот отравянистые растения, они конечно хуже выносят. Если у нас уже высажена рассада и идет заморозок, то тут спасайся кто может. значит ну раньше во-первых высаживаем учитывая продолжительность вот этих вернее не продолжительность самого заморозка а периода когда они появляются. Но по Пермскому краю считается что 15-20 июня это многолетнее вот наблюдение в самые поздние весенние заморозки. Ну а обычно ту же раннюю капусту высаживать стараются пораньше. Значит где-то высаживают может быть 10-12 июня в надежде что заморозков не будет. Но здесь надо сразу рассчитывать на то что если будут заморозки капуста сохранится она переносит такие заморозки но она уже ранней не будет. Она даст скачины но они по сравнению с сортами средней спелости будут хуже потому что они рыхлые они ранее. Практически вот еще когда студенткой была на практике у нас было так что мы сегодня открыли парники парники закаливать рассаду капусты а ночью оказалось выпал снег выпал снег и было понижение температуры но кто-то выходил на улицу заметил и поэтому быстренько побежали все закрывать какое спасение от заморозков если мы говорим об овощных растениях значит во-первых высаживаем все-таки учитывая появление заморозков и возможности самого растения во-вторых устраиваем укрытие даже пленочная теплица она не спасает от большого минуса значит укрытие даже там делается вот кто хочет получить очень раннюю продукцию закрывает пленкой небольшие дуги закрывает и сама теплица уже получается тройной слой закрытия а дымление делают значит или какие-то предметы которые выделяют тепло заносят в теплицу но все это делается для небольшого количества рассады потому что если всю большую теплицу обогревать тут сложно выходит если у нас плодовые деревья ну раньше вот когда еще училась то тогда было вопрос только о задымлении значит саду раскладывали обычно же предупреждают что будут ожидается заморозки раскладывали кучи которые потом зажигали чтобы был дым но это тоже если заморозок очень сильный то это мало спасает а в связи с возникновением и применением дождевания стали применять предупреждающие дождевания влажные почвы влажные растения они как бы понижают возможности замерзания растений это может использоваться но это значит надо следить за изменениями погоды ну можно закрывать чем-то ну только небольшие участки большие ты не закроешь ну еще что можно сказать здесь если у нас небольшое количество цветочной рассады или еще чего-то попало небольшое количество под заморозок мы можем еще как попробовать спасти надо растение закрыть чтобы солнце пока растение постепенно оттаивает не попало на него потому что если застывшее растение и на него прямое солнце получается ожог и все тут уже ничего не спасешь ну и еще любители придумывают разные способы на грядках закрывают этими пластиковыми бутылками обрезая у них или дно или вверх как колпаками закрывают когда ожидается заморозок ну поверх этого еще можно пленку сделать ну это все требует усилий а в общем конечно высаживать растения надо с учетом местной погоды но заморозки могут еще и осенью быть осенью они нам чем вредят вот по пермскому краю по многолетним данным уже в августе могут в северных районах начинаться заморозки значит предположим если они небольшие то опять-таки для деревьев не страшно будет уже а для овощных растений ну какие переживут какие не переживут там надо смотреть можете помнить Продолжаем.